Бриллиантовая лига Бриллиантовая лига Буквально сейчас, наверное, садится на поезд Отбывает в город Саранск Будет там завтра И будет смотреть Кубок мира По спортивной ходьбе, которая там пройдет В течение двух дней И, конечно же, снимет для нас Интересные кадры, снимет интервью Наших лучших ходоков Конечно же, поговорит с тренерами И, вернувшись в понедельник В Москву, мы уже На следующей неделе, в среду, в Королеве на Плюсе Представим вам отчет об этих соревнованиях Ну, а в этой ситуации Меня выручает, конечно же, комментатор Евроспорта Евгений Чен Вы знаете, мы довольно часто меняемся Мы им иногда помогаем Ну, и они нас поддерживают в трудную минуту Добрый день, уважаемые телезрители Рад вас приветствовать Рад, как и вы, смотреть Первые соревнования Бриллиантовой лиги И очень многого жду От этих соревнований И надо сказать, что уже первые результаты Первые старты Которые прошли вот до момента Нашего включения В общем, они обнадеживают Они нам приятны Ну, и Иоланда сейчас вам Об этом расскажет Ну что ж Несколько видов уже, конечно же, позади Наверняка, кто из вас умеет И всегда пользуется компьютерами Наверняка знают результаты Мы их тоже, конечно же, сейчас по ходу нашей трансляции Огласим Поскольку уже метание диска у мужчин закончилось И прыжок в длину очень радостно для нас закончился Да, и ядро женское тоже уже позади Ну, а сейчас на старте Девушки На дистанции 400 метров С барьерами, естественно Да, это традиционно первый вид программы Всегда или мужчины, или женщины На центральных дорожках здесь Стоят девушки из Ямайки Ну, здесь, конечно, очень хороший состав И Перри Шеки Сдрейтон, и Мелани Уокер Калиша Спенсер Лаурин Боден Анна Йенсен вы видели Поэтому, конечно же, все это будет очень любопытно Ну и потом, вообще, так скажем И Аф нам перед началом этого турнира Давали такое интересное превью Что здесь будут дуэли Потому что, ну, в таком, в каждом виде Конечно же, есть два спортсмена Приблизительно равные, да, по силам Звезды, которые, вроде бы, должны друг с другом Вот, быть дуэлянтами Ну и здесь, я бы сказала, что даже не два А больше, потому что и Перри, и Дрейтон И Мелани Уокер, и Калиша Спенсер Конечно, все три очень хороши Все уже имеют довольно неплохие результаты Ну и, по-моему, Мелани Уокер сейчас лидирует По четвертой дорожке Да, Мелани достаточно быстро продвигается Дрейтон вот сейчас бьется Нет, но Калиша все-таки вторая Дрейтон третья, 54-63 И они показывают Мелани показывает лучший результат сезона В мире, конечно же, это Серьезно Ну, в общем-то, мы, наверное, могли себе представить Что в этом виде В ДОХе, конечно же, будет установлено Достаточное количество лучших результатов Хотел бы обратить ваше внимание на температуру воздуха в ДОХе Ну, не знаю Показывают это вот в тот момент, когда нам показали Но 34 градуса, в общем Ну, дело в том, что 34 градуса это вот так Вот вечером в ДОХе жить можно Я думаю, да Да, довольно-таки уже Ну, то есть, вернее, как сказать После дневной жары Вечерние 34 градуса воспринимаются как прохлада Поэтому это все как бы все познается в сравнении Все достаточно относительно Ну что, очень быстро она бежала Предыдущий лучший результат был у Терреа Браун 54-88 Ну, конечно же, тут все довольно быстро Между прочим, и Калешия тоже, по-моему, довольно быстро пробежала Сейчас посмотрим, конечно же, все результаты Спенсер поздравляет свою подругу Мелани вон там чуть ли Ну, не на секунду, конечно, чуть поменьше Да, тоже из 55-ти Калешия выбежала Хоть 99, но пустячок, но приятно И у Перри Дрейтон 55-25 Ну вот, конечно, уже будет с чем сравнивать результаты наших девушек У нас тоже там скоро будут соревнования неплохие В Сочи Ну вот, как раз то, о чем мы вам тоже хотели рассказать Нам дадут быстрый отчет о соревнованиях Мужчин в метании диско Здесь был очень сильный состав участников И Олехна, и Кавага, и Хадади, и Малаховский В общем, все здесь были, конечно же Мужчины самые сильные И довольно неплохо все они для начала сезона Тоже и метнули Ну вот, вы видели сейчас Золотана Кавага Попытку 65-77 Он остался на третьем месте Это иранец Хадади, о котором много вам рассказывали На этот раз занимает здесь Второе место на бриллиантовой лиге 66-32 Его результат в последней попытке И довольно, видите, тоже и серия у ребят неплохие Ну и, конечно, Петр Малаховский Просто неувидаемый поляк 67-53 его результат Великолепно подготовлен Очень технично все это сделал Сделал очень плавно и, конечно, сумасшедший для начала результат Первый попыток У Вергилиуса Олехна 63-99 Он седьмой Ну, мы за Вергилиуса, так скажем, просто традиционно болеем Обожаем этого атлета Ну и надеемся по сезону все-таки Раз Вергилиус решил готовиться к Олимпийским играм И в Олимпийском сезоне уже, я не знаю, который год Он-то еще выиграл и в 2000-м Довольно давно Ну вот, все-таки будем желать ему удачи И будем надеяться, что раз он это делает Значит, он же все понимает Он очень опытный Акела Поэтому пожелаем ему удачи Дай бог, чтобы не было травм И все постепенно будет приходить в норму И результаты у него будут повышаться Ну, а пока 200 метров мужчины 200 метров мужчины Здесь, конечно, главным действующим лицом будет Уолтер Дикс Ну и, конечно, эндурии, который, в общем, поражает, на самом деле, меня Вот лично Тем, как он неплохо бегает 200 метров Никогда я не думала, что он будет бегуном Именно 200 метров Мы вообще его впервые-то узнали, так скажем Как личность, да, легкоатлетическую Когда он 60 метров бегал в зале И тут вдруг, здрасте Пожалуйста, 200 метров Ну, тем более, что он, в общем, темнокожий атлет Хотя и представляет совершенно северную страну Так что В общем, некая экзотика тут все-таки присутствует Ну, что же, я не думаю, что нам надо сейчас говорить о тех видах, которые прошли Лан Да, потому что их нам, видимо, все-таки покажут Да, отчет обязательно дадут Поэтому мы раньше времени не будем наших зрителей Кто еще не видел и не знает Так скажем Толканье ядра и то, что там уже прошло Да Очень радостный для нас Это единственное, что мы пока можем раскрыть из наших карт Ну, что касается 200 метровки Все вы прекрасно знаете, что лидером сезона здесь является знаменитый теперь уже Йохан Блейк Чемпион мира на 100 метровке в Дегу И человек, обладающий вторым в истории легкой атлетики результатом на 200 метровке В прошлом году, вы помните, после чемпионата мира в Брюсселе Йохан пробежал 19-26, чем поверх мир, в общем-то, в шок В этом году в Кингстоне, вот соревнования, которые 6 мая прошли Он пробежал 19-91, достаточно неплохо, достаточно легко Ну и вот сейчас именно этот результат является ориентиром и для Уолтера Дикса в том числе Напомню, Уэлла Спирман тоже в этом году уже из 20 секунд бежал 19-95 Так что результаты уже довольно приличные, этим ребятам надо постараться Условия в Дохе всегда для бега и для всех видов очень хорошие Потому что очень комфортная в этом плане вечерняя погода Там такой ветерочек всегда приятный Но мы знаем, в Дохе неоднократные рекорды мира устанавливали Поэтому, конечно же, мы тоже вправе от этих атлетов ждать высоких результатов, серьезных секунд Ну и потом должны же их немножечко подстегивать соперники, да, которые с 20 секунд пробежали Ну, 19-91, я думаю, что все-таки здесь состав посильнее, чем был в Кингстоне Ну, все-таки там Йохан был таким, да, запевалый, звездой Да, он там, прима Здесь все-таки, да, уже соревнования, здесь уже приличная компания собирается И Марвин Андерсон, и Раким Салам, и Чуранди Мартино, неувидаемый Индури Индури и Марио Форсайт Уолтера Дикса в этом году вообще еще никакого результата нет Он не бегал 200-метровку Личный рекорд, Уолтер, напомню, очень приличный, 19-53 Ну, а Чуранди 20-40 бежал в этом году В общем, ничего особенного Ну, и лучший результат, наверное, из тех, кто в этом году уже здесь бегали, из этого забега У Индури 20-46 Ну что, старт дан, посмотрим Рекорд, кстати, соревнований 20-06 Так, кто-то уже травмировался Ну, Дикс, Дикс, и не могу сказать, что он сильно напрягается Довольно, по-моему, так легко Вот, пожалуйста, все рассчитано было идеально Ветер встречный совсем небольшой, фактически без твиттера и 20-02 рекорд соревнований он устанавливает В общем, что требовалось доказать Так, надо было чуть-чуть вот как-то, да, в силах своих разобраться Чтобы и не переборщить аккуратненько первый старт начать Ну и какой-то бонус все-таки иметь Получить Пожалуйста Сейчас, конечно, будет уточненный результат, но пока 20-02, молодец Салям, видите, травмировался Да, держался за заднюю поверхность Да, заднюю поверхность поддернул, то ли не размялся Ну вот, иногда вот такая теплая погода с атлетами играет Такие шутки неприятные Вроде бы кажется, что там разминаться Все тепло, все хорошо Но мышцы надо разогревать в любую, даже самую жаркую погоду Ну что, Волтер, по-моему, неплохо По-моему, неплохо По крайней мере, какое-то удовлетворение есть Но мне кажется, он бежал в зоне строжайшего контроля Был очень аккуратен Так вот, нельзя сказать, да, что на разрыв аорты прямо бежал Нет, нет, нет Согласись, да? Нет, нет, бежит очень внимательно, я бы так сказал В конце немножко прибавил в чистоте Выиграл все-таки пару метров Так что тут все нормально Я думал, все-таки они пробегут быстрее, чем Мне тоже все-таки казалось, что из 20 секунд Да, да Ну вот, может быть, не хватило именно попутного немножечко ветерка Потому что уж очень аккуратничал Волтер Вот даже здесь немножко в конце и то не добавил Был очень расчетлив, я бы сказала Ну что же тут вы Ну, бывает Бинтовать-то тут, в общем, уже пустой долю Нет, они его не бинтуют, они им привязывают лед, что, в общем, правильно в такой ситуации Ну, чтобы, во-первых, убрать болевые ощущения попросту, да Чуранди второй 20-26 Эндуре третий Эндуре 20-34 Ну, все, конечно, свои лучшие в этом году результаты показали Поскольку еще так быстро не бегали Ну, так и должно быть Да и соревнований, в общем-то, еще особых и не было Так что здесь все понятно Ну, и вам сразу считаются очки в бриллиантовой лиге В этом году в бриллиантовой лиге именно 200 метров А 100 метров здесь будет показательным видом Ну, 100 метровка Такая дистанция Ну, и вот прыжок в шестом Он уже достаточно давно начался Три наши девушки здесь принимают участие Это вот одна из них Юлия Голубчикова Здесь же Саша Киришова Силки Шпигельбург на ваших экранах Довольно тоже интересный, кстати говоря, здесь состав участниц Вот Силки готовятся, по-моему, к своей начальной высоте Все наши три девушки 4.20 взяли А сейчас, по-моему, насколько я понимаю, 4.40 должна быть Да Должна быть высота Очень неприятная такая вот новость для польских болельщиков Моника Пирик Очень неважно в этом году На 4.30 и с Силки прыгает вторая попытка Вот так вот даже В общем, какой-то такой... Ну, она взяла, это нам показали прыжочек в записи Она взяла эту высоту И вот сейчас на 4.40 Взяла, причем тоже не очень чисто На сходе пыталась там И хватается за голову, так сказать Что же это я делаю? А вот действительно, что же ты делаешь-то? Две наши девушки и Савченко Настя и Юль Голубчиковы взяли 4.30 А вот Александра Киришова взяла 4.20, а 4.30 пропустила И я думаю, что все три девушки наши сейчас будут прыгать на 4.40 Так что здесь, в общем-то, начало соревнований Ну, и из других сильных девушек здесь Лэйси Йенсен, американка Силки Шкибельгург вы уже видели А здесь Мэри Сакстер Ванесса Бослак довольно сильная Француженка Никола Кириакополу Гречанка Тоже неплохо, так скажем, иногда себя проявляет Ну и вот видели мы здесь дочку нашу Сашу Парнова, которая работает в Австралии Там тренирует Она уже закончена Она Вика, да, Парнов Ну, она закончила Ну, для нее это плохой результат Она 4 метра прыгнула Так что просто жалко, что наши зрители не видели Могли бы с ней познакомиться Поскольку мы достаточно давно Ну, вот 4.40 Ну, вот 4.40 И Анастасия Савченко выходит на старт прыжка Пока у нее все спокойно Посмотрим, что будет в этой попытке Пока все три высоты Очень такие шортики Игривые у девушки Да, такие Очень хорошо Молодец Молодец Тут вообще вопросов никаких нет Все чистенько И можно спокойно готовиться Следующим высотам Молодец Все-таки тоже нам в шестом Пора бы уже иметь какое-то серьезное подспорье Потому что, ну, мы знаем Что все-таки, да, Елена Исымбаева И Света Феофанова Ну, не вечные Наверное, они еще, конечно Так скажем Посопротивляются И поготовятся к Олимпиаде И, наверное, еще к следующему году Все-таки в Москве Чемпионат мира пройдет Но дальше нам уже Да, нужны новые имена И вот они как раз Здесь есть Фактически у всех девушек Здесь первый старт Ну, кстати говоря Настя Савченко У нее личный рекорд 4,40 Она фактически Ну, она взяла просто Очень лихо И я думаю, что она Вот по этому прыжку Ну, 4,60 Да, очень лихо взяла Посмотрим на Сашу Киришеву Что такое? Все-таки у Саши Это 4,65 Она имеет чемпионка России Прошлого года, напомню Зимняя Александра Киришева Но вот Этот зимний сезон У нее немножко не заладился Как-то не получались прыжки Что-то вот Никак не происходило И тренер тоже Михаил Кашнов тоже говорил Вот, что какие-то Существовали Чисто психологические проблемы Да что ж такое? Что такое? Что с ногой Что-то сводит Что-то не получается у Саши Как-то вот она расклеилась Все Понятно Ну, этой попытки Да, она уже лишилась Придется Как говорят Начинать все сначала Не очень понятно Конечно Жалко Неужели с травмой поехала? Это, конечно Наверное, было неправильно Ну вот Одно из Афишируемых Знаешь, как бы я сказала Одно из очень увлекательных зрелищ Сейчас будет Нам афишировали Так скажем И Аф Этот вид нам представляла Как дуэль Памела Джелима И Джанет Джебказгей Обеих мы давно не видели Памела Джелима Напомню Чемпионка Олимпийских игр 2008 года В Пекине Взявшись ниоткуда Она выиграла Эти соревнования Потом ушла в небытие Вышла замуж Сильно поправилась Ничего не получалось И вот в этом году Уже зимой Тихо Так она Подкралась И выиграла чемпионат мира В Стамбуле Причем с очень неплохими достижениями Из одной 59 Выбежала зимой Так что вот Сейчас готовится К своей следующей олимпиаде Пришла В себя Ну и Джанет Джебказгей Мы ее тоже Достаточно давно Не видели Вы помните Как расстроилась Джанет Когда Она проиграла Берлинский Еще чемпионат мира Когда Кастер Семеня Выиграла всю эту ситуацию Весь этот скандал Вы прекрасно помните После этого Она травму получила И вот Сейчас только начинает Серьезно уже Выходить На Серьезный уровень Ну вот посмотрим Посмотрим Екатерина Купина Да Наша Катя здесь Также 2.02.93 У нее личный результат Не такой высокий Как может быть Вот у той же Помело Джелима Но тем не менее Напомню Что В этом году Кастер Семеня Лидирует В Веге на 800 местров У себя В Притории Она уже Успела пробежать Из двух минут В 1.59.58 20 апреля Кастер пробежала Ну Это все-таки Такие домашние Соревнования Ну-ка Ну-ка Что-то уж Больно Серьезно Джип Казгеи Прямо Ну-ка Кстати говоря Так я скажу Для 800 метров Многовато Многовато Девушек Что-то их Прям тут Они такие Любят И подраться Немножечко Да Причем тут Так стукнуть По ребрам Локтем Не задержится Ну вот Вроде Разобрались Хотя И не совсем Еще Ну Наша Катя Купина Здесь В роли Пейсмекера Выступает Павелана Ну а Главные силы Вот уже За вторым Пейсмекером Сосредоточились Помело Сейчас вот Вышла Ну она Посмотрите Уже совсем Не то Что было Там Летом Прошлого Года Когда Помните Большая Пятая Точка Вообще Не давала Долком Бежать Сейчас Совсем Другой Бег Так 500 метров Да Уже Да Все Катя Подпирает Она Ух ты Как Вы посмотрите Ничего себе Что здесь Сейчас Будет Вот Это Да Это Ману Там Семану По-моему Сейчас Так На Джолиму Наехала Да нет Уходит Она Просто Сейчас Джолиму Не просто Вот Видите Уже Зубы Стиснула Ну Уже Вроде Рядом Да Но Как Нет Это Эфиоп Да Макисо Нет Нет Не выдержит Она Это Было Ясно Это Такой Дофлый Номер Когда Ты Так На За 300 метров До Финиша Это Совершенно Невозможно 1 56 94 Помэл Конечно Это Лучший Результат Намного Она Превзошла Результат Семени На 3 Секунды Но Это Очень Опасный Теперь Человек Я даже Не знаю На самом Деле Как Как И что С ними Делать С Этими Двумя Дамами Когда Выйдут Они 1 56 94 Ну Этого Достаточно Чтобы Олимпийские Игры Выиграть Конечно Учитывая Что Там Будет Три Бега Это Все Будет Не Так Легко Но Такое Утручающее Даже Такое Сейчас Состояние Потому Что Джанет В этой Ситуации Такой Это Более По-женски Выглядела Да Это Такой Результат Будет Здоров Это Результат Повергающий В шок Да Ну Ебка Конечно Ж Вот Тут Это Шаг Отчаяния Но Тем не менее Она была Второй Да На 800 метров Эти вещи Не проходят Особенно С такими Бегуньями Как Помело Легко Она ее Достала У нее Все Было Рассчитано Нельзя Таким Хотя Ну Наверное Для себя Она Хороший Результат Показала У нее 1 59 17 Нет Конечно Личный рекорд Это я Думаю Что за этим Собственно Говоря Да Она сюда И приехала Я думаю Что она 1 50 День В 8 Пробежала Да Конечно Да Ну Посмотрите Джанетта Выглядит Уже Помело Вернее Уже Ни живота Ни бедер Ни пятой точки О которой Мы говорим Уже Все на месте Помни Какую домохозяйку Она была Похожа За прошлые годы Было Жуткое зрелище Казалось Что просто Вообще Похудеть Невозможно Прийти в норму Как легко Это все Произошло Не прошло и года Да Круто Ничего не скажешь Даже как-то Я бы сказала В растерянности Да 1.56 94 57.90 Показывает Ну Опка Национальный рекорд Да и Джек Казге Это не так Да Джанетт неплохо 1.58 50 Яма Джексон 1.59 37 В общем Хороший забег Получился Да В итоге В общем Вытянула Помело Всю эту компанию Ну а Катю Тоже можно поздравить Она получит Хороший бонус За отлично Проведенные Она вела Очень здорово 500 метров На хороший результат Вывела всех Так что здесь Ее тоже Можно Поздравить Так Джесси И отметить Начинается Да прыжок В высоту И здесь Дмитрий Дмитрий Да Будет сражаться С Баширымом Местной звездой Парень Катарский Очень хороший И конечно же С Дональдом Томасом Альманай Рашид Ахмед Альманай И конечно же С Джесси Уильямсом Ну давай Так Ну что Леша серебряный призер Чемпионата мира Прошлогоднего В тегу Ну то что Джесси выиграл В общем-то Это было Наверное Закономерно Он был лидером По всему Прошлому сезону И абсолютно Логично Так очень револьяжно Я бы сказал Что он должен был Выиграть чемпионат мира Леша был вторым Он пробился В команду Я считаю Что это очень Большая удача Для него И вот сейчас Ну у него бывают Такие моменты Заскоки Да и 2.15 Требуется пару Тройку попыток Чтобы преодолеть Надеюсь Он выкрутится Вжег высоту Конечно вид такой Для нас Очень важный В этом плане Ну вот Мы очень конечно Надеемся На наших ребят Ну и вот Сто метровка Здесь нам преподносится Как борьба Сафы Пауэлла С Джастином Гатлиным Ну здесь и Майкл Роджерс И Дэйс Паттон И Неста Картер Очень сильные Почему именно Этих двоих Выделили Я думаю Например Тот же Неста Картер Вполне Да не слабее Может подуэлировать И с тем и с другим Быть тут третьим Так скажем В этой дуэли Ну посмотрите На Пауэлла Ну а Сафу Вообще обожаем Всегда на него Посмотреть Напомню Лидером сезона Конечно же Вы все знаете Является Усейн Болт Который там же В Кинстоне Шестого числа Пробежал Очень быстро 9.82 Да Ну вот Конечно Здесь хотелось бы Как-то Да тут Я смотрю На личные рекорды Этих людей Да Они такие Впечатляют Да Личные рекорды 9.72 9.78 9.85 Картера 9.78 9.72 У Асафа Пауэлла Рекордом мира Да помните Был этот результат 9.85 У Джастина Гатлина Лерой Кларк 9.99 И Майкл Роджерс 9.85 Неплохо Из этих ребят Из 10 секунд В этом году Еще никто и не бежал Но Но уже пора Да Пора И вообще Пора С чего-то начинать Три человека Из 10 секунд В этом году Выбегали Это Усейн Голд Йохан Блейк И Салам Ну что Для Джастина Гатлина Этот стадион Ну в какой-то мере Счастливый Вы помните Что когда он был В фаворе Он устанавливал Здесь мировые рекорды Ну после дисквалификации Конечно же Все значительно сложнее Он был лишен этих Достижений Поскольку Пап так скажем Попался на допинге Но сейчас Это все уже позади Мы с вами люди нормальные Продвинутые Не будем вспоминать Ему его ошибок Он Так скажем Отсидел Своё И теперь С новыми силами С новой страницы Начинает свою Спортивную карьеру Поэтому Но тем не менее Эти ощущения Которые он здесь Когда-то испытывал Да Они же не забываются Это было Приятное время Когда он очень быстро Здесь бежал Поэтому Все это Джастин делать умеет Теперь надо Все это попытаться повторить Очень любопытный Забег Но меня еще Вот интересует Вот этот бегун Который у нас тут На первом плане Майкл Роджерс Как-то так Он потихонечку Ну так вот скажем Отошел в тень Все-таки был Одним из фаворитов И вдруг так Потихоньку Потихонечку Видите Сейчас бежит По восьмой дорожке Итак Рекорд Торевнования 9.84 Ну что Вот так Сначала в одну линию Действительно Бьются Асафа с Гатлином Смотри что творится Не знаю По-моему Гатлин 9.87 9.87 Чуть-чуть до рекорда Стадиона не хватило Чуть-чуть ветерка Не хватило Но мне кажется Гатлин вышел победителем Да Вот о чем мы говорили Да Чуть-чуть выиграл Да Чуть-чуть мне кажется Он Асафу здесь Прихватил Да-да-да Не издюжил Асафа в конце Ай-яй-яй Очень обидно Ему конечно же Но я за Джастина рада Возвращается постепенно Помните с чего Его карьера начиналась С Москвы Да С полумиллионного Так сказать Приза И его тогда Почти не знал-то никто Приготовили там Да Для Монтгомери Который вроде был Прикорцеменом мира Там по-моему Собирались вообще Чуть-то не Майкла Джонсонов Приглашать А выяснилось Что вот никто не приехал А приехал Джастин Гатлин Ну и выиграл И пришлось ему Выплатить эти огромные деньги Ну и после этого Да Стал и олимпийским чемпионом И чемпионом мира Все нормально Ну вот потом был такой Вот у него момент биографии Ну посмотри как здесь Он очень здорово Выходит из этой ситуации Чуть-чуть выиграл Я хочу напомнить Нашим телезрителям Что конечно После двухгодичного Перерыва И дисквалификации Представляете Какое к нему сейчас Внимание со стороны Банда Берут все время Он просто Это называется Находиться под колпаком Ты просто Под 24-часовым Круглосуточным наблюдением Находишься в этом плане Попробуй называется Да Что-нибудь попить Что-нибудь Таблетку съесть Или сделать какой-то укол Это катастрофа И в этой ситуации Бежать сейчас 9.87 Я считаю Это гениально Асафа Чуть-чуть Да 9.88 Ну немножко Это не так Конечно Неправильно С Асафой Личный рекорд Лерой Кларк Повторил 9.99 У него было Ну и лучший результат В этом сезоне Тоже он показывает Итак Саша Киришова 4.40 Ну что-то с первой попытки У нее Ой Уже обе такие Мама родная Что же с ней происходит Саша Надо брать Входи Ой как плохо Да нет Ничего похожего Очень плохо Это все Увы Заканчивает она На отметке 4.20 4.30 Она пропускала Наверное все-таки Что-то не в порядке Что-то не в порядке Да что ж теперь там Это очень обидно Да нет Ну и посмотрите Куда-то ее вправо Там занесло Ну она потому что Опоздала везде Под шествую Неважный получился Прыжок в итоге Вот это жаль Это жаль Мэри Сакстер Готовится сейчас Своей попытки На отметке 4.40 Тоже 4.40 Да Третья попытка Сейчас заканчивается На этом рубеже Мэри Сакстер Мэри Сакстер 4.40 Ожидали-то как раз Неплохих результатов Именно от Киришовой И Голубчиковой А выручается Такой у нас Многоликий Неоднозначный Неоднозначный Чемпион Басец был Басец был Некоторый Да не некоторый Я бы сказал Очень неплохой Так Это парень из Бацваны Мы несколько раз его увидели Он не очень стабильный Но прыгучий Очень странно Прыгать они не умеют Совсем Но прыгучие Отскок есть Но это на 2.20 У него такие прыжки Что ж тут Так Почесал репу Что ж делать Но этот вот Был уже чемпионом мира Да Что-то после этого чемпионства Как-то все разладилось Сразу Вот там было Несколько таких Чемпионов мира Ну да Как-то они Как-то Ужасно все это Кроме того Что человек вообще В принципе прыгать В высоту не умеет Для людей Которые понимают Толк в прыжках В высоту В технике В красоте этого вида Просто это Как говорят Как железом по стеклу Вот да Для музыканта Смотреть на эти прыжки Конечно Не представляется Совершенно возможно Ну что это Стулом Чемпион мира называется 2.35 Это человек имеет И просто развалился Во все последствия В следующие годы По-моему Он после этого Один раз еще 2.30 Когда-то прыгал И все Ну что тут Даже нечего сказать Так Финал А Ну финал Б был На 800 метров И там выиграл Пьер Амброс Босе Француз Пробежал он 1.45 5.70 Причем Установил при этом Личный рекорд Ну Здесь вот Вроде Посильнее Должен быть Забег Бежит Рейна Так Асжирец Мади Эндрэш Бубе Датчанин Музаги Полуса Чех Здесь Дэвид Мутуа Должен Да Принимать Участие Киньор И Риммер Кинейц Да И Британец Вот здесь На одной дорожке Их поставили Ну и Конечно Я не знаю Конечно Они тоже Нам это Представляли Как Борьбу Какую-то Это Рудиша С Кипкоичем Казгеей Мне кажется Что И одного Рудиша Без всякой Дуэли Здесь вполне Достаточно Хотя Посмотрим Кто знает Кинейцы Да В общем Сейчас Достаточно Было Посмотреть На Джилима Посмотрим Как Рудиша Встречает Новый Олимпийский Рекорд Все ли в порядке На что Дэвид Сегодня Готов Напомню Рекордсмен Мира Чемпион Мира И вообще Такой Прям 800 метровый Усейн Болт Можно сказать Кто у нас Здесь будет Пейсмекером Ну давайте Посмотрим В первом Забеге Они пробежали 400 метров За 51 секунду Ну я думаю Там Небольшим Поменьше И Одну 18 600 метров Так что Здесь борьба За пейсмекерство Какая-то Развернулась Немалая Немалая Пейсмекер Немножечко Пропустил Своё Место Потому что Конечно же Рудиша Вышел Вперед Очень трудно Стартовать Быстрее Значительно Стартует Чем Пейсмекер Но вот Всё-таки Видишь Он Своё место Занял И Старается Изо всех сил Очень легко Бежит 50-39 На 1.44 Пока Бегут Посмотри Как легко Он бежит Размашисто Расслабленно Красиво Ну что ж Давайте посмотрим Одно удовольствие Смотреть На такой Бег Но за ним Там прямо Цепился В мёртвую 1.16 1.16 Да Это очень Быстро Дело в том Что Мне кажется У Дэвида Здесь есть Кое-какой Запас Мне кажется Ему тоже Не хочется Выдавать Всё На что Он способен Вот Буквально Стоило Переключить На два шага Но 1.43 11 Это С ума Сойти Вообще Ля-ля Пробежал Можно так Сказать И улыбается Всё Всё Прик Не хотелось Ему Особенно Выкладываться Но Поскольку Поджали Конечно Его заставил Немножечко Активизироваться Да Это Серьезно 1.43 10 В таком беге Я не знаю Вообще Как с ним бороться Может быть Именно поэтому Уже Все на другие Дистанции Переходят Ну да Какие Например Полторы Тысячи Полторашку Собирается Бегать То есть Где-то Он Наверное С ним Вот так Побегал И понял Что Может быть Это И бесполезно Ну Смотри Вот сейчас Да Тоже Вот Попытался Он Вроде Быстро Он Тоже Бежит На этот Спокой Результат И Вот Человек Два Раза Перебирает Ногами И Всё И Ты Остался Далеко Позади Хотя Всё Равно У него Хороший Результат Быстро Одна Сурок Четыре Тон Пробежал Да Конечно Кениц Был Всё-таки Рядом Всё Время Да Уж Но Этот Бросил Бежать И Всё Тут Ну Что Ребята Даже Не знаю Что Сказать Хочется Конечно Надеяться Да На Лучшее Но Пока Что-то Вот Так Вот Не вижу Против него Пока Никакого Другого Лома Нет Приёма Да Если Нет Другого Лома Да Всё Правильно Вот Видите У него Такое Настроение Довольно Игривое И Даже Судя По Всему Не Болит Ничего Всё В Порядке Да Вот Так Вот Ну Это Великолепное Зрелище Это Серьёзно Ну И вот Девушки Уже Готовятся Начать Машет Соревнование Маша Абакумова Здесь Против Кристины Обергфель Против Барбары Шпатаковой В общем Всё те же Да Всё те же Всё там же Всё так же Ну вот Кристине Чуть-чуть Не повезло На Чемпионате Мира Осталась Она без Медали Четвёртая Ну а У Барбары С Машей Такие Давнишние Счёты тут Серьёзные Вот сейчас Да Именно эту дуэль Тоже нам дают Как Главную Ну давайте Так Четыре попытки Всего Наблюдаем Да Ну на турнирах Гран-при Конечно это Более зрелищно Так Напомню Маша Если вы смотрели Нашу Королеву на плюсе В среду мы там Показывали как Маша Выступала на турнире Вадлере 64 метра уже метнула Очень хороша была Говорила что всё идёт У неё по плану Всё нормально Ну и вот едет она в духу Это первый её старт И очень хочется Ей тоже вот Именно едет за тем Да Чтобы вот с этими Со своими соперницами Основными Сразу с начала сезона Уже воочию встретиться Ну вот первая попытка За 65 метров Да И потереться вот так Вот по-серьёзному И Барбара Первая заявочка Причём тоже ещё так Не вложилась По-настоящему Немножко задрала вверх Первые попытки всегда Такие проверочные Я бы сказала Да Это другой коленкор Но ничего Немножко задрала вверх Вверх Так Так Тут 13 девушек Должны метать По-моему 12 13 Да Ну вот китаянка Это не Шпатакова Не Обергфель В этом году ещё Не выступали Но вот Барбара В первой попытке 66-17 Ручий результат Сезона в мире Показала Ну вот Китаянка Видите 62 метра 61 С кусочком Так скажем С визгом Ну всё-таки За 60 Ничего Ничего Китаянка Дух 61-43 Ну что Это Очень неплохо Учитывая Что у неё там По 57 метров Так 1-43-10 1-43-76 У Джоба Личный рекорд Британец Личный рекорд 1-44 Та-да-да Ну дал Рудиша Здесь Всех вывел Да Всех вывел На личные рекорды Хороший Пейсмейкер Да Что там С кем-то Договариваться Специально Вот По-моему Вполне Достаточно Всё Может Сделать Сам Это нам Повтор Показывают Китайцы И сам Выиграл И сам Всех Спейсмейкерствовал Да Серьёзно Это вот Безо всякого Понятия Прыжках Трудно Даже смотреть Такие прыжки Честно скажу Никакого Понятия Да Что нужно делать Вот так сказать Бежит Толкается Куда вывезет Я иногда представляю себе Как на всё это смотрят Вот тренеры Профессионалы Специалисты Наверное Прямо у них аж Мурашки Наверное Передёргивает Но это вот тоже Забег века Правда Без Джетер Но тем не менее Ну Джетер уже себя проявила Серьёзно В Кингстоне Лучше Рейзер Кэмпбелл Стюарт Феликс Вот вам Здесь И Мур И Шэрон Симпсон И Микеле Барбер Здесь все девушки Достоин друг друга Ну и вот Элисон Она в различных соревнованиях Побежит Три различные дистанции И будет выбирать И будет выбирать Да Что собственно Ей делать на Олимпиаде Это довольно весело Кэррон Стюарт В этом году Бежал уже из 11 секунд 10.98 Вероника Ещё не бегала Личный на пол 10.76 Чемпионка мира Зимой Мукратно Олимпийская чемпионка Лашань Тимур У шестой дорожки Шэрон Симпсон Но согласись Да ладно Что вот У Элисон Феликс Конечно Задача-то Непростая Потому что Здесь Значит Мы имеем Стюарт Да На 200 метров Веронику Кэмпбел А на 400 Маншо И Саня Ричардс Да И вот Куда ткнуться Ну и вот Олимпийская чемпионка Шэллиан Фрейзер Прайс Она теперь Вышла замуж Да Сейчас Кинстоне 200 метров Проиграла Но всё-таки Олимпийская чемпионка Она на сотни Поэтому посмотрим Кто Кого тут Ну и ориентируем Конечно Им результат Кармелиты Джеттер Да Здорово Вероника Взяла Старт Но Шэллиан И Эллисон По-моему Не отстают Нет Эллисон Эллисон 10-91 10-91 Чуть-чуть Проигрывает Она Лучшему Результаты Кармелиты И не дотягивает До рекорда Стадиона Немножко Но для себя Да нет Очень неплохо Выглядит Такой забег У неё личный Это 10-93 Между По-моему Личный рекорд Да Да Личный рекорд Она устанавливает 10-91 Так что Всё идёт По плану 10-92 Дают ей Результат Результат Да Хороша Да Как-то Ямайские дамы Расстроены Явно Совершенно На самом деле Для меня Это даже Первый раз Я вижу Что Вероника Она обычно Даже Кажется Что не может Но всё равно Выигрывает Вот с этими Амбициями А тут Чуть-чуть Всё-таки Уступила Да Здорово Эллисон Набежала Ещё раз Покажите Да Дело в том Что она Вот обычно На второй половине Там Прибавляла Но дело в том Что Эллисон Феликс Здесь Выиграла Старт А Походу Она и никак Не проигрывает Да Чуть-чуть Да Ну Вероники Тоже Конечно же Из 11 Шеллен Проиграла 92 Думал Где-нибудь 94 94 94 Наверное Там Она Проиграла И одну Сотую Секунду Одну Две Да 94 Да И Фрейзер 11 00 Ветер 07 Третий Фрейзер Ну Что Хороши Девушки Учитывая Что Вкинутся И все Три Пробежали Из 11 Секунд Все Три Призерши Да Весело Начинается Сезон Ну и Остальная Как Бар 11 0 1 Так Вот Итак Сейчас Пока Финская Капиментатель Совершит Свою Попытку У нас Небольшая Пауза Не волнуйтесь Вернемся Ну Что Вовремя Мы Вернулись В эфир Именно Тогда Когда Барбара Шпатакова Готовится Совершить Свою Вторую Попытку Напомню 66 17 У нее Пока В первом Броске Не могу Понять Пока Что Там С Машей Абакумовой Происходит Она В секторе Но Вот Вы Видите У нее Пока Как Нет Результата То ли Не метнуло То ли Что-то Случилось Пока Как-то Немножко Мы В растерянности Посмотрим Чем Дело Кончится Явно Мы Видели Машу На Разминке Вроде На Месте Да По-моему Добавила Немного Барбара Ну Чуть Чуть Может Если Добавила То Самое Мало 65-88 Даже Нет Так Пока Все у них Так же 66-17 У Шпатаковой Оберфель Кристина Вот сейчас Она на наших Гранах Будет совершать Свою вторую Попытку 64-59 Она пока На второй Позиции Да У Маши Был заступ В первой Попытке Вот Теперь Немножко Разобрались Но надеемся Вторую Все-таки Как-то Что-то Произойдет Все-таки Здесь надо Иметь в виду Что всего Четыре Попытки Поэтому Надо Аккуратненько Итак Нет Нет Немного За 60 61,5 62 метра 62 с кусочком С небольшим 64-59 У нее было Поэтому Это похуже Это похуже Ну-ка 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 Ну дело То, что У Маши А кстати Говоря На третьем Месте Пока Китаянка Ду Вот это Номер 61-43 Между прочим Ну за 60 Метнуло Так Чего Конечно Ну просто Это как бы Будет Сенсация Если На бриллиантовой Лиге В призерах Станет Китайская Копиментация Я тут Надеюсь Все-таки Маша Должна Вот Какую-то Лепту Свою Внести А то Это Будет Слишком Для нас Большими Сенсациями Ну что Мария Я думаю Что там Не заступ А она Просто Неудачно Метнула И Заступила Сама Конечно О чем И речь Так что В копье Тут такого Заступа В общем Мы это Имеем ввиду Да Не бывает Когда говорим Что заступ Нет результата Не замеряли Ой Ой Машу Что-то Она Немножечко Так Задрала Нет До 60 Не долетает Вот что-то У нее Там Сейчас Не ладится Там Кстати Говоря Полное Безветрие Я думаю Это Довольно Тяжело Потом Пытается Маша Так Вложиться Так Хочется Да Вот это Видно Прям Хочется Всю свою силу Всю свою Натренированность Вложить В это копье И из-за этого Оно Совершенно Не летит Тут В легенькую Надо Легонечко Его отправить Такой Пробный Вроде бы Сделать Шар И Потом Уже Как-то На свои ощущения Она давит Давит Пытается Продавить Пока И отсюда Вот такие вещи Так А тут Что Тут 2.24 Вторая попытка У Любимца Местной Публики Вот он Молодой Катарец Обожаемый Тут Сейчас будет Вторую попытку Делать Очень смешной Парень Ну давай Понятие Абсолютно Да По-моему Даже Такое ощущение Что он Подскользнулся Он не понимает Что происходит Он просто бежит Прям втыкается Ужас Ужас Когда смотришь На эти прыжки Лучше тогда Джесси бы нам Показали Вот еще Один Местная Звезда Тоже Катарец Да Это Вот Ну он уже тут Снял аплодисменты Публики На предыдущей высоте Он взял Третьи попытки Проявил Так сказать Прыгают Пока Неважно Прямо Скажу Бегут Они все Отчаянно Видали Какие Один Врезается Головой Чуть Не в планку Этот Толкается Километра За три В общем Пока что-то Там не складывается Уже тогда Мы бы лучше Смотрели На Дмитрика С Джесси Там как-то Веселей Было Они лучше прыгали Ну вот Полторы тысячи метров И здесь Мы видим Вот вы видите Какие Кипроп Да Какие Решил Что лучше Я буду Биться С олимпийским Чемпионом Кипропом На полуторке Чем пойду На 800 С Рудишей Да Там как бы Сейчас без шансов Кипчерчир Паланет Кипроп Киплогат Ну здесь хорошая тоже компания Собралась Здесь и Арон Киптани И Гибремедин Какие Чипсеба Киплогат Кипроп И Виктор Кипчерчир Их несколько Так что Здесь хорошая Тоже История Может получиться Если вот так же Как на Те же 800 метров Кто-нибудь из них Задаст хороший темп То они все Покажут свои Лучшие результаты Ну Комин Наверное Я думаю Что Синиш Это нет Так что Ему надо Кипроп Выиграет Ты имеешь ввиду Кипроп Ну поборется Или задаст Я за Кипроп Поболею Да За Кипроп Мне конечно интересно Посмотреть Как он посоперничает С какие Но Мне он очень нравится Я Ой много народ Толкаться Сейчас будут 3.35.19 Лидером сезона Является Эндрю Бедли Совсем недавно 29 апреля Так он пробежал В Паулальто Ну просто Остальные Как-то еще И не выступали Так Это что ж Так Это происходит То есть Мейкер имеет место Он не всегда В состоянии Сразу сосредоточить Свои силы Не всегда За ним все бегут Вот какие там По второй дорожке Никак не встанет А нет Вот какие встал Это не он Какие на месте Ну пока бегут В общем Довольно шустро Так Ну-ка Что они там На 400 метров 55 В общем Довольно шустро Кстати Вот тот же Чепсеба Он такой Довольно опасный Парень Он очень серьезный И довольно часто Им Вроде бы Так кажется Что тут Борьба пойдет Между этим И этим А Чепсеба Очень часто Влезал Тут Киплогат Команд Толкаются Друг с другом Кипрок пока Поодаль На ударную позицию Стал Олимпийский Чемпион Какие тоже Пока в тенечке Держатся Чепсеба Пока неплох Ну Пейсмекер Конечно Учался Толку Никакого От него Не вышло И сошел Ну ему уже Да Пора Все-таки Уже Стоит 700 метров Я думаю Что это тоже Пейсмекер Да И дальше Чепсеба Киплогат И Кипроп А там Вот Кстати Савченко Прыгает Уже 450 Ну ладно Я надеюсь Нам покажем Потом Так Ну этому По-моему Пора Сходить Да Он сейчас Наверное Сойдет Тут Остается Круг Последний Круг Ну вот Это очень важно Сейчас было Да Показать Итак Киплогат Кипроп Чепсеба Что дальше Дальше Конечно Идет Битва Ну Какие Я здесь Не вижу Пошел Кипроп Своими Большими Огромными Шагами Да Он их выше Всех На три Головы И еще Не выдает Пока Всего Ой Ну что ж ты Асбель Ну как же так Споткнулся Об эту Ну ничего Смотрелся Чуть не упал Ну выиграть Не знаю Удастся Нет Уже не удастся Кипроп Ну вот это Конечно Обидно Да Конечно Лидер Мирового Сезона 3.29.63 Но вот Я думаю Что получилось Быстрее У Асбеля Если бы Он не наткнулся Немножко Он потерял Такую ориентировку Пространство И наступил На На бровку На ограждение Хорошо Что обошлось Без травм И ногу Не подвернул Но Здесь Киплогат Конечно Воспользовался Этой Оплошностью Олимпийского Чемпиона И обошел И при этом Очень с ним Не подружески А поступил На финишной прямой Кипроп Хотел обойти Его Он вот так Хорошенечко Сдвинул Но это В общем Одна компания Из Кении Так что Вот сейчас Здесь надо Познать Что же случилось Нет Нет Все ты правильно Сказала Так что Все тут Так бы Было Все нормально Он вышел Вперед И уходил Да Все было нормально Не должен был Он здесь И вот Как он Куда-то Засмотрелся Ну-ка Что случилось Куда он Наступил В итоге А Кстати говоря Он его Перетолкнул Немножку Конечно Киплогат Я не знаю На бриллиантовой лиге Практикуются Такие вещи Или нет Был бы чемпионат мира Он бы сейчас Пошел Да Получил бы дисквал И еще при этом Так вел себя Неприлично Ну ладно Посмотрим Чем дело Кончится Ну в общем Я считаю Асбель победитель Некрасиво Некрасиво Ты повел себя Вроде А то помнишь Как два француза В Монако На бриллиант Выйлит Морду друг другу Били Эти вещи Как-то более спокойно Друг другу относятся Ну что Личный рекорд Асбель устанавливает 329 Результаты Да И Бюрген 329 329 331 Очень быстро Очень быстро Все личные рекорды Ну вот у Комин Только 329 0.2 Да А у всех остальных Результаты Конечно же Просто таки личные Ну что Савченко Сейчас нам повторят Эту попытку Удачной Я надеюсь Она была Да Молодец Девочка Личный рекорд Устанавливает 457 Умница И прыгает 62 Ну вот Трудно сейчас сказать Какую это нам попытку Показали 62 Или 57 Но в любом случае Она просто молодец С первой попытки Все брала Ну то есть вообще Шпигельбург Со второй 57 взяла И Кирио Каполу Вот она Аккуратно Да Был Взяла 50 И пропускает 57 Ванесса Бослак Сделала одну Неудачную попытку На 57 И две другие Перенесла На следующую высоту И еще в деле Катя Денисон Из Британии Юлия Голубчикова К сожалению Тоже закончила Соревнование На высоте 440 Так это Шпигельбург Прыло 57 Со второй попытки Да Так что Вот сейчас В деле У нас Раз Два Три Четыре Пять Девушек И смотрим Чем завершится Вся эта история Ну и вот Большая интрига У нас в этом виде Начинается Тройной прыжок У девочек Оля Ряпакова Призер Олимпийских игр Призер чемпионатов Мира Татьяна Лебедева Олимпийская чемпионка В прыжке В длину Призер В тройном прыжке Двух олимпиад И вот Двукратное Что-то невообразимое Мы сейчас видели Этому Франциском Банго и Тоне Победительница Еще олимпийских игр В Афинах Потом четыре года Не выступала Приехала в Пекин Выиграла И опять Четыре года Не выступала И теперь Поедет в Лондон Вот это Интересный номер Причем Напомню Что и в Афинах И в Пекине Через четыре года Она прыгала За 15.30 Ну а пока Первая попытка Ольги Репаковой С Казахстана Очень здорово Оля прыгала Ну за 14 метров 14.33 Вот удивительно Лидером сезона На данный момент Является Катерина Иборгин В Колумбии 14.95 Она в этом году Уже прыгнула Конечно Что-то Неимоверное У всех остальных Девушек Там Результаты этого года Они в общем Все в зале Вот посмотрим Напомню Что Таня Лебедева Все-таки Не так давно Стала мамой Во второй раз И вот она Зимой Буквально Там по-моему Три месяца Спустя Или чуть ли не Два-три месяца После родов Да Выступала На соревнованиях Зимних Пару-тройку Раз Она выступила Прыгала в длину Там 5.97 Такие были У нее Ну тренировочные Разминочные Но вот сейчас Она уже Готовится К олимпийскому Сезону И хочет Все-таки Пробиться на Олимпиаду В своем Любимом виде В тройном прыжке Попытать счастье Показывают Зазря Потому что Результаты Пока нечего Показывать Никакой Да И 100 метров С барьерами У девушек И конечно же Это один из Самых интересных Тоже видов Келли Уэлш Увидим здесь Давненько Не виделись Мы просто Учитывая Уже показанные В этом году Результаты Конечно же Во-первых Сали Пирсон 12.49 Да Уже бежала Это конечно Очень Серьезно Да 12.51 Бежала Участница Этих соревнований И очень интересно Будет Да Понаблюдать Вот Так Джуди Фостер Хилтон Бригитта Анн Фостер Хилтон Так Тут Четыре девушки Из Канады 12.49 Как я сказала Сали Персон И Бригитт Фостер 12.51 Пробежала В Кингстоне Там же В Кингстоне Присцила Лопес 12.64 В общем Там вообще В принципе Первая десятка В этом сезоне Это уже Сумасшедшие результаты Поэтому конечно же Этот вид Сейчас очень Интересен нам Тем более Что один из лидеров Сезона Бригитт Фостер Хилтон Здесь Уэлш Кстати 12.55 Уже бежала Ну вот Прошлый год Показал Что тоже Немножко Неустойчивая Психика У девушки Поэтому Тут вот Интересно Понаблюдать Как она К олимпийскому Сезону С чем Придет Пока Фостер Лидирует И В общем Тут конечно Рабы Побеждает 12.58 Да Показывает свой результат Фактически С нулевым ветром Ну хороша Хороша Нет слов У Элш По-моему Была вторая Да И По-моему Персила Лопец Третья Сейчас Посмотрим Да Тут конечно Пока 12.60 Не дают Уточненное Время Ну в общем Все равно Это Того же Порядка Да Результаты Очень быстро Ну учитывая Что фактически Вообще Ветра Никакого Не было Очень довольна Кис-кис Да Мы тебе Тоже Кис-кис Готовы послать Да Все и Молодец Порядов Все здорово Причем Она все-таки Возрастная Спортсмен Да Я не люблю Об этом Говорить Но все-таки По сравнению Со своими Главными соперницами Конечно же Постарше Будет Да нет А нет Присыла Не смогла Присыла Джош Канадка Другая Третья Стала Видишь Она здесь Споткнулась Присыла Лопес К сожалению И Соотечественница Поддержала Ее В трудную Минуту Что-то Прям Келли Там Зеленым Себе Я думала Это у нее Отсвечивает Какой-то Прожектор А у нее Нет Смотри Зеленой Краской На голове Накрашена Как-то Она подготовилась Так С экзотическими Цветами Такого Я еще Не видела Но Таня Лебедева Нас в свое время Радовала Всевозможными Раскрасками На голове От Келли Я не очень Ожидала Ну Экспресс Интервью Тут сразу Конечно же Ну что Как-то Маша 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 Болеем За Машу Третья попытка Лидера соревнования Барбара Шпатакова 66-17 Пока Ну и лидер сезона Она же Естественно Там по-моему Все-таки Очень много Метательниц Большую Они собрали Компанию При этом Компания Это большая Но Как говорится Ничего там Похуже Все хуже и хуже Да Ну потому что Она как-то Никакого ответа И ждет она Долго еще Никакой борьбы Нету тоже Вроде бы Никто ее не подзадорит Поэтому Как-то пошли На убыль Результаты Ну убыль-то она Несильная Да? 65 метров Ну чуть-чуть Поменьше Знаешь как Ладно Это такая Убыль Которая Любому Другому Пришлась бы Очень Впору Да 12 участниц Прям как Многовато 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 А вот Приятная Новость Но мы ее Сейчас С вами Увидим Не будем Раньше Времени Не будем Кристина Напомню Была Второй 64-59 Ну тоже Похуже Этот бросок Да 60-88 В этой попытке Ну и Надеюсь Машу нам Покажут И нам Это будет Очень приятно Посмотреть Вот видишь У них На убыль А у нас Наоборот Это Гораздо Лучшая Ситуация Итак Мария Абакумова Вот первые Две попытки Просто явно Не получились Видели мы Слишком Так Маша Прям хотела И столько сил Вкладывала В бросок Вот надеюсь Там то ли Тренер То ли Сама Сообразила Что надо Да Помягче И почувствовала И попала И 66-86 Это лучший результат Сезона в мире Она обходит Барбару Шпатакову И пока Лидирует Перед заключительной Четвертой попыткой Умничка Просто Приятно Посмотреть Да Ну сейчас Посмотрим Как Шпатакова Среагирует А учитывая Вот нам никак Не показали И мы все-таки Тогда уже будем Чувствовать себя В праве Назвать Учитывая Что Саша Меньков Сегодня в прыжке В длину Обыграл Всех Сильнейших И прыгнул 8-22 И выиграл Соревнования Обыграл Макоену У которого 8-10 Обыграл Баджи У которого 8-04 Обыграл Рудерфорда 7-98 Томлиц Томлиц Настя Ясно Ясно Что же там Ярослав Баба Готовится Ко второй попытке На отметке 2.27 Что-то пока Высота Да Что-то не очень Без наших Главных сил Не очень Да Леши Там с ними Скучно Туда бы Еще бы Сильного Шустого Ухова Рыбакова Вот бы мы Попрыгали Все вместе А так Как-то Какие-то Неинтересные Итак Настя Савченко Завершила Соревнование На отметке 4.62 Именно поэтому Силки Пытается Штурмовать 4.67 Это Не очень Ну ладно Посмотрим Так Для того Чтобы обыграть Поскольку Анастасия По-прежнему Лидер Молодец Савченко Конечно Личный рекорд Установила Что тут Никаких претензий Нет Сейчас Если еще Силки Ну у нее Есть две попытки Она конечно Может и взять Но проиграть Силки Спигельбург Не зазорно Согласись Все-таки Она Очень сильная Прыгунья А может Так статься Что Мы Будем Да Ту-ту-ту-ту А вот Китаец Он Да Он Сображает Этот Прыгать Умеет Молодец В отличие От катарских Ребят Да Прям Вспомнил Славу Как звали Того Замечательного Китайского Я уже И не помню Все-таки Был 84-й год Это очень было давно И имя у него Еще такое Было Сложно Да Но все-таки Традиции есть Он же Он великолепный Был прыгун Просто Одно удовольствие Он был Бронзовый призер Олимпийских игр Что ж там В 84-м году Да Так Что тут Ага Бригрит Келли Вэлш 72 И Ну хорошие Результаты Ну посмотри 6 девушек 13 секунд Да Что тут Скажешь Да Ну что И семеро Преодолели 2,27 В прыжках В высоту Это что такое Это стипльчест Готовится Это у них Свои традиции Да Ну так надо Да Бригрит 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 Все-таки Не просто так Надо Обратиться И по-серьезному Подойти К этому Процессу Да Ну 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 там Отдакения Так что В общем Людям из других Стран На этой Дистанции Делать Нечего Ну давайте Посмотрим Тут 18 Человек Из них Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Одиннадцать Кенийцев Ну два Из них Там Они Письмейкеры Но Девять Человек Боевой Боевой Обойме Ну как же Причем Они могли Так же Выставить Тут еще Столько же Легко Что-то Забыли Тройной прыжок Совсем Ну они Только вышли Разминка Наверное Я думаю Первая попыточка Была Да Да Хорошая Здесь тоже Компания Конечно Подобралась Ну и вот Группа Поддержки Не менее Красочная Поддержка Тут просто Да Вот Посмотрите На эту Шерингу Замечательную Ну это Зря Ты их Поправляешь Совершенно Ни к чему Все Кенийская Кенийская Дружина В бою Это называется Два Эфиопа Здесь Человек из Уганды Человек из Турции Ну вот пока Лучший результат Сезонном мире Мы с вами Это обсуждали На Королеве На плюсе Кипчоги В Кавасаке Пробежал 8-18-06 Он является пока Лидером сезона Нет Ну этот результат Будет побит Мне кажется Конечно Я думаю Что здесь Конечно В этой компании Ребята Пробегут Значительно Быстрее Все-таки Здесь И Киплогат И Кипруто И Матилонг И Пол Кулич Да И Кипказгей Есть кому Здесь Друг с другом Индику Кстати говоря Очень неплох Поэтому Хоть и молодой Опа Эх По-моему Даже не задевая Воды Прыгают Некоторые Очень шустрая Компания Так Ну Пейсмейкеры Взялись Но Надо сказать Что Вся Эта Остальная Эта компания Сильно Не уступает Более того Просто Бежит Рядом Ну Что Маша Последняя Попытка Никто Не Обошел Да Очень Вовремя Да Шет 66 86 2 метра 3 метра Фактически Не добавилось Результат У Атлетского Здорово Да В последней попытке 62 22 У Барбары Шпатаковой И заступ У Кристины Обергфель Так что Мария Бакунова В ранге Победительницы Бриллиантовой лиги Сейчас будет Совершать Свою четвертую Попытку Здорово Очень Здорово Немножко Задирает Конечно Да Как говорится Сила Таки есть Надо как-то Все это Не нужно В определенное Русло Направить Потому что Она сама Тоже В интернете Говорила Есть конечно Вот эти Небольшие Огрехи Потому что Для них Зимний сезон Такой Нерабочий И Когда ты Набираешь 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 Вот эти Качества Да Силу Очень трудно Это все Потом Как бы В техническое Правильное Русло Направить Тем более В этот Растин Огромное Желание Вот эти Эмоции А Маша Человек Очень Эмоциональный За что И огромное Спасибо Потому что У нее Приятно По этому Поводу Тоже Смотри 62 22 Вот эти Последние Два Броска Очень Неплохи И Она Как и Саша Меньков Так что Наши Поздравления Удался Первый Этап Так Ну тут Разобраться Что к чему Ну Полкович Лидирует Пока Довольно Спокойно Он бежит Единственное Конечно Так вот Прям Уж Знаешь Брать на себя Так бремя Лидерство Это молодежь Мне нравится Встали За гигантом Мысли И он Не нашел Ничего лучше Как всю эту Компанию Сейчас тащить За собой Не очень Это красиво Конечно Я бы на его Вместе Кого-нибудь Вперед Выпустил Пусть Они Немного Поработают Но Они Видимо Не очень Ходят А может Быть Не очень Могут Хотя Вот Все Потом На последнем Круге Все В наглую Потом Лезут Ну вот Наконец Вышел Вперед В другой Вот Сейчас Надо Полу За ним Немножечко Так Вот Прихватиться Да А он Смотри Сам Сам Не хочет Наверное Нравится Ему Лидировать Может Пегельбург Последняя попытка Посмотрим Все-таки Пол Вперед Да Вот Сейчас Как раз Нам ее Покажут Третья попытка На 4.67 Нет Получилось Я вас поздравляю Третья победа Да Третья победа Нашей Дружины Малочисленной Здесь в Дохе Замечательно 4.57 Анастасия Савченко Личный рекорд Прыжки С шестом Силки Вторая И Никола Кириакополу Из Греции 4.53 Третья Ванесса Босла Четвертая Тоже 4.50 Так что Это очень неплохо Сейчас будем болеть Теперь за Таню Лебедеву В тройном прыжке Мне даже Как-то я Не представляю Серьез Как Таня После вторых Родов Твойной прыжок Не очень Не о себе Таня Она Сильна Духом Итак Пока По-прежнему Лидирует Ольга Репакова 14.33 Вы помните Келия До Сильва Коста Бразильская Девушка 14.31 Пока у нее Лучший результат Имбан Гаэтона 14.05 Но это Пока не густо Дана Вилдакова 14 метров Ровно И Таня Лебедева Пока 13.84 Но это нормально Потому что Конечно Такие Начальные Проба сил Потому что Еще полгода Прошло Тяжело Тем более Столько времени Было пропущено Не было соревнований Татьяна уже Закончила Соревнования У нее По попыткам Вам сообщу 13.83 13.84 13.64 Один застук И вот Сейчас Остались Попытки У четырех Лучших Вилдакова Банга Коста И Рипакова Ну а здесь По прежнему 3000 метров С препятствиями И Пол Коич Впереди Пошел последний круг Но у них Они бегут из 8 минут И это очень хорошо Это компания Барьера 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 здорово Бежит А Вильямс Прыгает 2.30 Немножко долго Он висит Над барьером Конечно Да Но потому что Сейчас Уже усталость Накатила Тяжело Ну ничего Тут сейчас Яма с водой Кто это Матилонг Что ли К нему Прицепился Кто это Нет Уже не очень Да Матилонг Ну я надеюсь Пол Ну вот тут Надо очень Осторожно Спокойно И пошел Ох опасен Матилонг А сил то У Пола Уже нету Правда Матилонга Тоже Уже сил нету Гениальное Совершенно Так скажем 7.56 59 Да и 7.56 59 Великолепный Показывает Результат Рекорд Соревнований И заслуженный Бонус Пол Коич Все таки Получает Не зря Тащил всю эту Компанию Всю дистанцию Выиграл И Конечно же Проявил себя Наилучшим образом Но Матилонг Тоже Его немного Конечно Подзадорил В этом плане Младенство Активизировал Да Активизировал Хотя тяжело Давался финиш Уже тяжело Было Да Красавец Очень высокий результат Все очень хорошо 7.56 Это ой-ой-ой Ну что Просто дохо По качеству Достигнутых результатов Прям в олимпийский сезон Все как в омут с головой Бросились Результаты весьма Как будто и не соревновались В прошлом году Все с таким удовольствием Прям сразу Тяжело Тяжело было Ну и тому И тому И хоть Мателон На три головы Выше пола Все-таки Но ничего Поделать не смог Да Трудно Ну полкович Вот он Интересный Он такой У него прям Стержень Он да Такой прям Гладиатор Гладиатор Боец Умеет терпеть Да Боец Проигрывает Уж когда Совсем просто Явно все сильнее Ну вот если Хоть какой-то Шанс есть Конечно Выигрывает Очень красиво Здорово Личный рекорд Мателон Снаил Опять же Вот я говорю Да Конечно Что Рудиша Шикарный Пейсмейкер Что вот Полкович Ну Кого еще Просить Как не их Всех выводят На личные результаты Ну и вот Коста нам сейчас Покажет Вот эти результаты Которые я не так давно Да Это лучше Огласила Она пока Вторая Вслед за Ольгой Репаковой Ну Пока Таня Не очень хорошо Подготовлен Мы конечно Будем за Олю болеть Потому что Обожаю тоже Спортсменку Молодец Она очень Вот после Да Своего успеха На Олимпийских играх В Пекине Да Когда она прыгнула Ну Прыгнула за 15 метров Была третья Очень здорово Соревнуется Очень здорово Да Это очень все-таки Странный человек Да Это очень странная Дама Конечно Мбанга Это что-то невозможное Вот я с ней Так вот Мы с ней лично Первый раз Познакомились Еще В Канаде В Эдмонтоне Где она Чемпионкой мира Стала Конечно В принципе Очень странный Странный человек Своеобразный Это то, что она Конечно Да На протяжении Всех этих лет Творит Выступая Один раз В четыре года И все время Выступая С политическими Там Заявлениями В Камеруне Против Камерунского футбола Она очень сильно Настроена Да Ну Потому что Говорит Все время У нее Такие же мысли Как у наших Легкоатлетов На самом-то деле Вот Что вы То сказать Единственное Только мне кажется Камерунский футбол Чуть лучше нашего Уж извините меня Нет Или они тоже Неважно Играют На мировой арене Ну значит Где-то приблизительно Так Вот Я надо говорить Ну вот вроде Мы легкоатлеты А она к тому времени Чемпионкой мира Стала Вроде бы Страну-то прославляем Вот Мои-то камерунцы Никак чемпионами мира Не станут Почему к ним Такое внимание Столько денег А мне нет И вот С тех пор Сколько лет утекло Она уже двукратно Олимпийская Чемпионка И думаю Все точно так же Просто Продолжает выступать Это нам показывает Попытку шестак Да Ну она вот Да Ну не знаю Неважная совсем Нет Все вроде бы При ней Вроде да И высокая И стройная Все Поэтому она выступала И уехала И за Францию Стала выступать Поэтому Приняла Французское гражданство Сейчас вот Она у нас уже Как Француженка Не выдержала Не выдержала Этого безобразия Потому что Так никто И не оценил Ее Побед И результатов По достоинству А чего нам показывали Шестак Я не очень понимаю Ну ладно Там попытки Еще Потому что У нее была попытка Семьдесят восемь Семьдесят шесть Восемьдесят одна Восемьдесят одна Национальный рекорд У Гарри Роба Да Потрясающе Конечно И Дана Вилдакова Осталась В общем в принципе Ну Дана наверное Может еще как-то Вмешаться В распределение Здесь мест Оля Репакова Уже сделала Свою последнюю попытку Пока она лидер Четырнадцать тридцать три Так Четырнадцать тридцать один У Косты Банга Четырнадцать ноль девять Пока третья И вот у Даны Есть еще Одна попыточка У нее пока Четырнадцать метров И она на четвертой позиции Ну а мы пока Переходим на Беговую дорожку И бег на Четыреста метров У мужчин Лашон Мерит Против Руни Да Здесь такую нам дают Нет Здесь Лашон Мерит Против Энджела Тейлора Так вот Как бы Идея эта Энджела решил бежать Четыреста метров Пока позабыть Свои барьеры Но я думаю Что здесь И Келвин Смит Неплох Тоже В общем Может поучаствовать Ну и Руни Все-таки Олимпиады Где-то не где-нибудь А у него дома Тоже надо Активизироваться Кстати Руни Между прочим В этом году Уже из сорока пяти Бежал Сорок четыре Девяносто две Так что У него-то прямой Прямая есть Ну значит Зависимость И желание Проявить себя На домашней-то Олимпиаде Про всех мы сказали О толкании Драу женщин По-моему Да Сейчас скажем Да Поскольку Не дают Почему-то Повторов У Анжела Тейлора В этом году Сорок пять Тридцать одна И сорок четыре Семьдесят три У Лошона Мерита Ну и Келвин Смит Тут же на месте Лошон Сорок четыре Семьдесят три Я сказала И с этим результатом Он и является Лидером сезона И сорок четыре Девяносто две У Руни Второй пока Результат Кстати Джереми Ворренер Тоже из сорока пяти Уже тоже в этом сезоне Бежал Но пока Решил на бриллиантовую Лигу не ехать Ну что Посмотрим Кто тут против кого Я все-таки Выделяю Вот четверых А не двух Мерит Тейлор Смит И Руни Хотя вот Гренадские ребята Еще тоже Никак себя Не проявляли Ну кроме Зимы Естественно Ну что Посмотрим Так Лошон На четвертой Дорожке Руни По пятой Тейлор Седьмая Смит Восьмая Ну в общем Анжела Там уже Да Прибавляет Прибавляет Тейлор Как Варьерист Конечно Невероятно В этом плане Силен Тут главное Чтобы хватило сил На финиш А Лошон Очень спокойненько Раскладывает Руни Так за Лошоном Пытается держаться Ну что Ну все Сантос Кстати Доминиканец Тут вот Пытается вмешаться С Лошоном Все ясно Вопросов нет 44-19 Гениально Намного Преодолен Лучший результат Свой же И очень легко Это было сделано Легко Очень легко Правильно Говорит Мне кажется Что из 44 Он вот сегодня Может бежать Да Великолепен Лошон Только Больше не надо Ему вот эти Таблетки Принимать Там он все время Очень любит Девушек Судя по всему И там все Старался как-то Себя подбодрить В этом плане Чем конечно Навлек на себя Ну Очень Да Такой Такой красивый Здоровый мужик И вдруг Такие вещи Вот это вот Не нужно ему больше Потому что Конечно Подпортил он себе Реноме С всеми этими Глупостями Но сейчас В очень хорошем Состоянии Находится Смотри Как красиво Нет Нет Все здорово Тейлор пытался Там сейчас Обойти Второго Бегуна Но Очень хорошо Финишировал Не подсел Не отвалился Нет Все нормально То есть Потенциал есть Этот результат Великолепен И конечно Есть Достаточно Серьезный запас Он даже Не дышит Молодец Да Веселая Будет Олимпиадка Прямо скажу Красавец Лошон Так Хандракукис Он лидировал Ну вот сейчас Что 2.30 Опаньки Или Или нам 2.27 Показывают Да 2.30 Берет Он лидировал Все соревнования Он все С первой попытки Очень хорошо Он выступал На зимних Соревнованиях В Стамбуле И вот Как-то Немножко Взошел Вот на этот Пенгестал И очень уверенно Себя чувствует Молодец 2.30 Смотри Тоже легко Красиво Преодолевает Посмотрим Чем Джесси Ответит Ну что Черный Человек Я имею Ввиду Джесси Уильямса Как-то Во всем Черном Такой Имидж Блестящие Ботинки Один Так вот У Кондрокукиса Все хорошо Кстати на втором месте Джесси Пока С Санксоном Они Делят Они Вы помните Британский прыгун Тоже Взял 2.27 Сейчас у Пытка ему явно Удалась Но к сожалению Леша Дмитрий На 2.24 Все закончил Это конечно Очень обидно А француз Смотри Неплох Конечно Немножечко Зацепил Но поборолся За результат Ну что Скажет Джесси Тоже Третий Попытка Да Сдвинул В конце Усих Туда Вниз Джесси Джесси Там все Скандируют Да Конечно Ну не может Чемпион мира После всех Этих Обид Не взять 2.30 Нет Конечно Он обязан Было это сделать И так Три человека Преодолевают Этот Гроссмейстерский Как мы любим Говорить Рубеж Но все-таки Это Определенная Черта Сейчас посмотрим Что скажет Они Взял чистенько По-моему Да Не задел Да Джесси Шикарно Заставили Его Стрепенуться Так Ну что там Так Вон Они готовятся Что-то Опять Невообразимое На голове Если у Келли Уолл Что-то зеленое Было Он и желтым Помазал Там Ну что-то Чем-то Надо выделяться И вот результаты Сантос Доминиканец 44.88 Там по-моему Это какие-то Вот их рекорды Всего на свете Энджела Тейлор 44.97 Лучший стат Тоже в сезоне Показать 45 выбежал Ну вот видишь Как-то их так вот Нам представляли Как дуэль Но никто же не думал Что вот Доминиканец Врежется между Двумя здоровыми Врезался Врезался Двумя здоровыми Американцами Такой маленький Доминиканец В голубеньком В лес Так 3000 дамы Да и тут тоже Вот сейчас у нас Начинается Битва Что там Я смотрю Дефар Очень интересно Посмотреть на Дефар После зимнего После зимнего сезона Когда она все-таки Проиграла И не очень хорошо У нее все получалось Так Это И конечно Чарует Наша Аня Которая будет Пейсмейкером Пейсмейкером Ну смотрите Наши девушки Пейсмейкеры Просто Ну здесь я бы Вот опять же К этой паре Чарует Дефар Я бы Киви Бот И Мариам Джамали Джилета Бурку Приписала бы Все они Достаточно Сильные девушки Да Почему только Борьба должна Между Дефар И Чарует Я думаю Что тут И все Так будет Просто Столько лет Все уже бегают Все уже знают Друг друга наизусть Да Особенно Дефар Ну тут ведь Как сказать Вот если Дефар В том состоянии В каком она была Там пару лет назад То конечно Ее не обогнать Нет Ну вот почему Интересно Именно В сравнении С прошедшей зимой Потому что У нее все явно Было Не в попад И она все Проиграла Не получалось У нее Не получался Зимний бег Но может быть Это тоже был Такой ход Конем Пропускала Зимний сезон И в общем Довольно Спокойно 8.35 Имея ввиду Олимпийский сезон Да Поэтому Так Ну что Наш Пейсмейкет Повел себя Очень грамотно Бежит Впереди Но не слишком Ну вот А тут уже Нехорошо Она бежит Тихо А они просто Бросили бежать Напрочь Ну что же Они Видимо Заказали Пейсмейкера На результат А бежать Не хотят Смотри 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 что делается Лан Ну надо же Да Ну я говорю По моему Тоже тут Слишком много Сильных И совершенно Никому Никому Сейчас не хочется Выходить Вперед И вот они Там Кучкуются А бедная Пейсмейкер Должна Отдуваться За всех Я считаю Что за это Надо наказывать Бежать И выигрывать Ну что А мы Переходим К следующей Высоте 2.32 Думаю Да И первым Француз Да 2.32 Ничего Похожее Конечно Это совсем Неудачно Но в принципе Вот Так скажем Толкуха Вот Куда Есть В ногах У француза Не просто так 2.30 Преодолел Так Вон Кто-то Хулиганят Пока Просто Да Они бежать Не хотят И все Бежать Бежать Там Телеп 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 Ладно Наказать За безактивность Полную Нет А там По-моему Вторая Это не Пейсмейкер По-моему По-моему Нет Надо И она Она действительно Была Просто Ой Как Хороша В сегодняшних Соревнованиях Первые же попытки 20 метров 53 сантиметра Такую Да Вот Легкую Красивую Попытку Летную Такую Вообще Мощную Дала Надя И конечно Оставила Всех своих Соперниц Далеко Позади 19 метров 81 сантиметров Результат Призера Мирового Перенства Американки Комарены Уильямса И 1967 Третья Была Надин Клейнерд Неувидаемая Немецкая Толкательница Так что Вот так Закончится Толкание Ядра И наши Поздравления Белорусским Болельщикам Надежда Просто так Во всеоружии Начала Этот Олимпийский И очень надеюсь Что и наши Девушки К ней Присоединятся В дальнейшем Тоже с хорошими Результатами Есть с кого Брать пример Итак Из претендентов Пока никто Не взял И Все начинается С Сызного Нет Не совсем Сызного Потому что У нас еще Один На 2.34 Все перенес А нет Он перенес И не взял Уже Все Он переносил С 2.30 На 2.32 И Уже Сделал Одну попытку Не взял Он закончил Соревнование И вот еще У троих Есть шанс Все время Обязательно Один найдется Который Мутит в воду И все время Не вписывается В общую ситуацию Безобразничает Скажем так Так Сейчас прыгает Грек Я хочу сказать Что по-моему Они Сколько им осталось Бежать Они по-моему Сильно рискуют Сейчас Твел Спокойно Выиграет Это все И на этом Все закончится И я очень Ей желаю Это сделать Да вот интересно Да Как она Британка Между прочим Да 8.50 От 89 У нее есть Личный рекорд Молодец Хантракуки Да Красавец Взял легко Я бы сказал Легко И непринужденно Я бы вот На месте Британ Сейчас бы И всех бы Наказала Показав этим Кто будет В доме Хозяин Скоро Да Потому что Ну они Догоняют Догоняют Жаль Жаль Сенсации Не вышло Просто Съедай Это как Большая Акула Прям плывет Открыла Рот И сейчас Настанет То что Должно Да Это К сожалению Попыталась Она умчаться Но Не вышло Мягко Как они Съедают Похоже Все Ну это Естественно Теперь Ничего Не поделаешь Не вышло А было Заманчиво Заманчиво Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 о грехе ну он еще только и начинает ну по большому счету не хочу хорошая школа там прыжки высоты у них греков хороших много было он не верит папа димитру и папа костас у них хорошие были высотники но просто тяжело на 2 сантиметра выше личного рекорда вот так вот прям тем более борьба была много попыток сделал начинал с двух десяти цель сколько он попыток уже сделал просто уже должен был устать 10 попыток но учитывая что 2 32 он взялся второй лист встретиться какой-то там да еще и сейчас уже еще 10 попытки снародная такая хорошая тренировка получилась вот последний шанс и так третья попытка л джесси вильямса на 234 он знает как это делать только готов ли какой хороший был прыжок вот так заманчиво заманчиво было вот сейчас конечно бы взять молодец молодец димитрос взял свой личный рекорд напомню повторил 2 32 взял грек и выиграл соревнования ну что сделал прочно начал торжественно бриллиантовую лигу с хорошей приятной победы достойный с хорошим результатом только на лёшу немножко здесь он так наша небольшая команда неплохо выступала ну что-то алексей немножко там до плохого 224 маловато я думал что все-таки он там где-то хотя бы к двум 30 доберется со всеми вместе нет 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 не добрался вот жарко конечно живом а у нее еще попытка есть да 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 вот джесси делал последнюю потому что он переносила да у него есть века то есть но ты же выиграл уже да сейчас тоже конечно заманчиво взять единственное то когда вот уходит мотивация так трудно заставить себя это делать но и время то уже тоже 10 часов мы поздно у них конечно плюс тяжело очень жарко там даже не жарко душно не по час там вся жизнь начинается днем никого на улице нет а вот так вечером стадиона после реания выходишь и весь и весь катар кажется вдруг на улице к они начинают футбол играть гулять ходить ну здесь потому что днем на улице не надо вообще жить они живут в этом большом торговом центре там недалеко от стадиона огромный торговый центр где очень холодно там кондиционеры да там целый город и вот вся страна ой как хорошо хорошие попытки кстати были неплохо правильный тренер говорит да а вечером вот все высыпали сейчас ну что это последний вид нет у нас еще три тысячи метров у мужчин у мужчин традиционно бекели всегда завершает до кен бекели там у них такая хорошая компания и двин со и кен бекели и агустин чоги так что ротич ну кенениса конечно здесь особое положение потому что давно не видели так вот она эфиопия жила братья все ждут своего любимца ну да потому что все кенийцы тут в основном воевали вот нам дают здесь все по бриллиантовые лиги кто что получил поскольку 3000 они бриллиантовые лиги не входят и программа самой бриллиантовые лиги исчерпана вот там сколько-то минута остается до старта 20 03 вот надо вот такой 20 03 они должны выйти вот здесь нам уже представляет что следующая бриллиантовая лига шанхай а это к сожалению закончена и нам не покажут 3000 метров у мужчин но давайте может быть останемся чуть-чуть в эфире хотя вряд ли нам покажут потому что ведь сама бриллиантовая лига завершилась но узнаем результаты обязательно конечно же что же нам кененису бекели не показали а сейчас лучшие моменты соревнований евгений чен и аланда чен были с вами и до встречи в среду на королеве на плюсе все это обсудим всего хорошего всего хорошего шоу Субтитры создавал DimaTorzok